Книга «Открытым оком», том 2, тема «Деньги». Вопрос 676. Иисус Новин, 10.13. И остановилась солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Что это за книга праведного? Почему ее нет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог вверил слово свое евреям. Дал им закон, а они ни того, ни другого не сохранили. Деяние 753. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили, кавычки «закрыты». Евреи многие книги потеряли, а некоторые, обличающие их, уничтожили вместе с их авторами. Вот некоторые книги, о которых упоминается в Библии, но которых нигде нет. Первая книга браний Господних, числа 21-14. Вторая книга праведного, Иисус Новин, 10-13. Вторая царств, 1-18. Третья и четвертая книга Закона Божия и записи постановлений и законов Иисуса Новина. Иисус Новин, 24-25. Пятая и шестая. Записи пророка Нафана и записи прозаривца Гада. Первая параллепименон, 29-29. Седьмая книга пророка Самуила о правах царства. Первая царств, 10-25. Восьмая. Притчи и песни Соломона утеряны, из которых собрали при ездре только малую часть. Третья царств, 4-32. Притчи, 25-1. Девятая книга дел Соломоновых. Третья царств, 11-41. Десятая. Пророчество Ахая, Соломлянина и видения прозаривца Иоиля. Вторая параллепименон, 9-23. Одиннадцатая. Записи пророка Самея и прозаривца Ады. Вторая параллепименон, 13-22. Двенадцатая. Двенадцатая. Записи Хазая. Вторая параллепименон, 33-13. Тринадцатая. Книга плачевных песней. Вторая параллепименон, 33-25. Четырнадцатая. Записи царей израильских и летописи царей иудейских. Четвертая царств, 23-28. Вторая параллепименон, 35-26 и 33-18. Пятнадцатая. Книга царей. Вторая параллепименон, 24-27. И шестнадцатая. Записи и Иуя. Вторая параллепименон, 20-34. И многое другое. В Евангелии от Матфея, 2-23, говорится, что будто бы пророки предсказали, что Христос Назореем наречется, но в теперешней Библии нет этого пророчества. Иоанн Затаус в шестом томе говорит, какой пророк сказал сие, не исследуй, ибо много пророческих книг пропало. Что можно видеть по истории параллепименона? По истории параллепименон. Иудеи были нерадивы и часто, впадая в нечестие, иному попустили потеряться, а иные книги сами сожгли и взорвали. Об этом говорит и Еремия, 36-32, о другом писатель четвертой книги Царс, 22-11. Говорят, что после долгого времени едва нашли второзаконие, закопанное где-то и затерянное. Еле же тогда, когда не было врагов, они так не родили о священных книгах, то кольми паче при нашествии неприятелей. Кавычки закрыты в копках. Издание Синодальное, 1899 года, том 1, беседа 9, страницы, 141-142. Копка закрыта. Так неужели и в Новом Завете будем ссылаться на евреев, что если они не сохранили неканонические книги, значит они не божьи. Другие народы их сохранили. Неверно также мнение, что книги на еврейском языке канонические, на других языках если, то они не канонические. Книга Иисуса, сына Сирахова, написана была на древнееврейском языке. Также первая книга Маковеева, а книга Даниила написана на арамейском языке. Христос и апостолы указывали на книги, у евреев не существовавшие. Матфея, 23-35, убийство Захарии. В теперешней еврейской Библии нигде не говорится об избиении пророков древними евреями и об избиении какого-то Захарии, сына Варахиина, в храме. Варахиина. В храме. Христос говорил это в обличении, и об этом знали книжники и фарисеи. Следовательно, тогда это было записано, но не вошло в канон, потому что обличало иудеев. Сравни Матфея, 22-37, с 3-й ездра. Ездра. 1-29-30. 2-е Тимофею. 3-8. Противление волхвов Иоанния и Амврия. Эти сведения апостол Павел черпает из потерянной ветхозаветной книги книга Иоанния и Иоанврия. Матфея, 27-9-10. И взяли 30 серебряников и дали. В кавычке закрытый текст, а этого нигде нет в книге Иеремии, в теперешней Библии. Евангелист Матфей взял его из потерянной ныне книги Тайн и Иеремии, о которой упоминает Ориген. В кругу скобках. Толкование на Матфея, глава 27, Иероним и другие. Скобки закрыты. Эфесянам, 5-14. Стань спящий, воскресни из мертвых. Кавычки закрыты. В теперешней Библии нет этого текста. И очевидно взято это из одной из потерянных книг. 1 Коринфянам, 2-9. Апостол Павел приводит текст из пророка Исаии, который якобы находится в указанном месте. Исаия, 64-4. По свидетельству древних апостол Павел подчеркнул этот текст из богодухновенной потерянной книги. Апокалипсис Исаии. Как видим, Христос и апостолы приводили цитаты из неканонических книг. И хотя они были евреи, но не тяготели так к ветхозаветным евреям, как к сектантам. В жизни некоторых неверующее еврейство вообще играет крупную роль. Вопрос к сектантам. Откуда они узнали различия между книгами достоверными и подложными? Между каноническими и неканоническими? Если скажут от евреев, то они подлежат проклятию вместе с евреями. А если скажут от церкви, то будут противоречить самим себе. Значит, нельзя утверждать, что достаточно одного слова Божия написано для вероучения. Ясно как день, что еще нужны и предания, и руководство церквью. Упрекая православие в использовании канонических книг, они сами умышленно прячут бревно с сучками в собственном глазу. Используя в проповедях всяческие историки и подчас из атеистической литературы. Все это в кавычках своего чрева, в кавычки закрытым. Церковь так не учит. Скобка космиссионерского журнала «Ревнитель».